Привет, друзья! Ну вот, мне такой коммент написали, я отвечаю на него. Слушая вас, понимаешь, что рано или поздно всё равно к этому придут, к состоянию Творца. Причём мы все прочные и связанные механизм. Мир создан Творцом. Забавно, что при создании разные пытались быть в первых рядах. Но всё разумно, закономерно сложилось по итогу. Я благодарен вам за помощь на материальном уровне, который позволяет прийти в то самое альфа-состояние Высшего Света. Я хотел спросить у вас, как можно переживание метода ключ сделать ещё более осознанным? Вы наверняка были в этих ощущениях. Так нравится вас слушать. Расскажите, пожалуйста, если будет вдохновение. Благодарю заранее. Долгих лет вам. Вы ещё нужны нам правду и сердечко. Да, ну спасибо большое. Там очень много комментариев по прошлому видео. Очень много. Потому что мы говорили о науке человечности. Вообще записывайтесь на наш канал в Ютубе, чтобы получать всегда новое. И самое главное, когда у нас проводятся бесплатные ликбезы и на вебинарах. Выходите в зум, который туда будет сбрасываться, чтобы задать такие вопросы, чтобы я мог вам сразу, по ходу отвечать и для всех, чтобы все слышали, как и что надо делать. Значит, сейчас я хочу сказать вот о чём. Посчитайте, сколько сот лет со дня рождения или религии. И буддизма, и христианства, и ислама, и иудаизма. Посчитайте, сколько тысяч лет. Ну, представьте себе, что это были те века, те тысячелетия, когда у человека было немножко другое восприятие мира. Даже было такое, что Земля на трёх китах стоит. А были периоды, когда думали, что Солнце крутится вокруг Земли. Тысячи лет назад, сотни последние, пятьсот лет ислам. А сейчас науку надо создавать, науку человечности. Потому что в этих религиях, которые тысячи лет назад создавались, были эти вот кладезь этой мудрости, где о человечности. Ну, например, такие вот фразы, типа, «Своем глазу бревна не видать, чужом глазу соринку видишь». Или «Надо любить ближнего». Ну, конечно, конечно, все эти человеческие качества там были. Но им тысячи лет, сотни лет, века. И религия отличается от науки тем, что там в религиях есть ещё один момент, очень важный. Это жизнь после смерти. Там буквально понималось, что человек попадёт в рай или в ад. И чтобы в процессе своей жизни карму свою, чтобы он совершал ответственные поступки, думал не только о себе. Потому что будешь думать о себе, только один и останешься. Это ж правда. Ну, вот вопрос заключается в том, что в религиях, в отличие от науки, есть загробная жизнь. Ну, ещё раз посчитайте. Сколько сот лет назад это было? У людей было другое представление, поймите. А сегодня, когда человек берёт, буквально всё это воспринимает, и даже верит, что есть загробная жизнь, потому что так сказано. Ну, так сказано, извините, тысячи лет назад, сотни лет назад. Вы это помните, помните. А что касается жизни после смерти, друзья, я уже говорил об этом. По-моему, кажется, жизнь после смерти у Маэма, или у кого-то там, когда проверяли у людей, которые пережили клиническую смерть, это пример такой. Люди, даже не знающие друг друга, они говорили о подобных переживаниях. Они не договаривались между собой. Ну, говорили примерно об одних и тех же переживаниях, что есть свет там, что они в каком-то там коридоре из туннеля выходят, и где-то там плавают, встречаются с родственниками, там и прочее. Десятое. И на этом делалось заключение, что есть жизнь после смерти. Но вы понимаете, в чём дело? Радость-то этого, открытие заключается не в том, что есть жизнь после смерти, а то, что мы все одинаковые, и поэтому когда-то договоримся. Имеется в виду, что все люди в состоянии транса, который возникает на пике напряжения, который возникает и в клинической смерти, они переживают подобные состояния, подобные представления возникают. Это же наш мозг так устроен, я же специалист, как работает наш мозг, я вам всё время это пытаюсь рассказать. Доказательством этому является то, что люди, которые без клинической смерти сами выходят из тела в трансовом состоянии, называется астральный выход. Да, да. Потом вот у меня человек делает разгрузку, например, потом говорит, а я, ой, интересно, я себя как будто со стороны вижу. Ну да, мы все одинаковые, в этом радость заключается, а не в том, что есть жизнь после смерти. Оттуда никто ещё не возвращался, тоже помните это. Да, друзья, религии были созданы очень давно. Сегодня наука нужна, наука человечности, потому что то зерно, благое, миротворческое зерно, которое каждым пророкам и каждым основателям религии говорил об этом. Говорил об этом. Ну, вылучивается это зерно по мере того, как проходят столетия. Остаётся традиция, остаётся буквы. Его читает сегодня Коран или Библию. Да. Религия отличается тем, что верят в жизнь после смерти. Это были люди тех столетий. Да, друзья, сегодня нужна наука. И мы создаём науку человечности все вместе. И там был ещё коммент, что есть люди жёсткие, жёсткие, у которых нет этой доброты, нет любви к ближнему. Да. И как же вы собираетесь создавать науку человечности? Кто же её услышит? Да как востребуется то нашим местным созиданием, совместным, когда мы вместе все определяем понятия по научным критериям, жёстким, что такое любовь, созидание, творчество, что такое чувство сопереживания, да, коллективное созидание, чувство бесценности живого. Когда мы определяем это, о чём говорили пророки, но на своём языке, мы как раз таки пробуждаем в человеке и эту человечность. У этих жёстких тоже людей тоже пробуждаем, потому что внутри себя они добрые. Просто по разным причинам. Может быть, дефект какой-то, может быть, учили не так, да. Может быть, они не знали ключа, потому что, когда ты снимаешь стресс, выходишь на состояние безмятежности, ты уже и чувствуешь себя человеком, уже и понимаешь себя. Самоиндентификация происходит, и ты начинаешь понимать, что и как тебе надо делать. Да, потому что ты из этого хаоса переходишь в состояние Творца. Состояние Творца. Поэтому и в Библии написано, «Решил Бог создать человека по своему образу и подобию, как Творца стало быть». Человек-творец по природе, Творец. Заставь его не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Человек по сущности такой. Когда мы создаем совместно науку человечности, мы создаем тренд востребованности. И даже у тех жестких людей, недобрых, начинает пробуждаться это, что надо быть человеком. И тогда мы решим все проблемы, потому что все пандемии, кризисы и войны отсюда и происходят, потому что человек, он духовно-материальный сущность, у него есть психика, идеалы на ментальном уровне, и тело. Игоизм откуда возникает? Ну, посмотрите, Гуджиев что говорил? Человек-машина. Машина. Надо пробудиться. То есть быть осознанным. Иными словами. Каждый говорит по-своему. В свое время. И я говорю сегодня. Надо совместно создавать науку человечности. Да. А там нету загробной жизни. Да. Я вам объясню почему. Во-первых, оттуда никто не возвращался. И не может быть свидетелем. А что касается кинетской смерти, это транс. А мы как раз учим осознанности. С помощью того, что человек, снимая у себя стресс, путем перебора приемов, подбирая для себя синхронизирующие действия, напряжение падает, он выходит на состояние Творца. тогда лучше понимает мир целостности, потому что сам в этот момент целостен. что-то не может быть свидетельствием. Так. Продолжение следует...